Свобод нигде нет. А что в Америке свободы? Флойд, его скоро памятники поставят. Наркоман умер от передозировки, а виноваты американские полицейские. Их на колени ставят. Белые на колени. Целуют ноги черным. Вы этого хотите? Это же бардак в Америке. А в Европе она погибает на глазах. Мигранты затопчут ее? Вы этого хотите? Этого мы не будем делать. Мы будем сильной страной. Мощной, богатой, культурной. И обязательно все больше и больше будет свобод. Но нельзя ребенка бросать в океан. Научить и плавать в бассейне с инструктором. В океане он потонет. И мы сто раз предлагали национализировать отрасли тяжелой промышленности. Ограничить вывоз валюты за рубеж. Ввести налог на сверхдоходы 80%. Заработал миллиард 800 миллионов в казну. Но они же не принимают. У нас нет большинства. Но главный вопрос, чтобы вы поняли. Нас ненавидят и боятся и пытаются сокрушить. Слишком богатая страна против нас весь мир и объединился. Они же пустые. В Германии бурый уголь. Во Франции что есть? В Вегии что есть? В Британии пустая земля. И кругом мигранты. Им хочется оторвать жирные куски у нашей страны. Поэтому и впечатление создается осажденного лагеря. Мы слишком богатые. Слишком умные. Чего нашу молодежь берут? Чего они берут монгольскую молодежь? Вьетнамскую. Там не знаю еще сколько стран. Турецкую. Наших берут. Потому что самая талантливая. Умная. И они вернутся на родину. И они сохраняют связь с родиной. Поэтому проблема есть. Но она у всех стран мира есть. В Китае расстреливают коррупционеров. Победили коррупцию? Везде проблемы есть. Нету страны без проблем. Весь мир осажденная крепость. Польша нам не учитель и не премьер. Польша нам мстит за разгром польского восстания. Суворов их там всех расстрелял. И они мстят до сих пор. Тадеуш Костюшко, по-моему, звали этого. Предводители этого восстания. Мстят. За три раздела Польши. Мстят. И Черчилль предложал, предлагал. Отдайте им Польшу, а нам Норвегию. Чего Сталин так не сделал? Сталин умер, а мы мучаемся с этой Польшей. Польша отрабатывает свой хлеб у американцев. Американцам стыдно. Все-таки это цивилизация определенная. НАТО Брюсселю стыдно. Франция, Германия так говорить не будут. Вот Польша тявкает. Чехия тявкает. Что-нибудь там пропищит Болгария, Румыния, Албания. Это все бывший соцлагерь. И Брюссель дает деньги хорошие новым членам Евросоюза. Миллиард евро в год. Просто так, как подарок. Поэтому они такие вещи говорят. Все будут сидеть в тюрьме. Все будут наказаны. И все режимы будут сменены. И в Варшаве, и в Фраге, и в Софии. И везде кто-то пытается на нас тявкать. Все будет решено военным путем. Они по-другому не понимают. И не обязательно, чтобы русская армия что-то делать. Сейчас в Женеве они частично, когда останутся один на один, о многом договорятся. Ибо Байден хочет, ему нравится сидеть в овальном кабинете Белого дома. Президент Америки. Полмира на него смотрит и молится. А вторая половина на Москву смотрит и молится. И нужно эти мелкие пешки, эти моськи, этих гаденышей убрать с политической карты мира. Чтобы они нам погоду не портили. Поэтому это закончится тем, что они будут лишены любых дотаций, любой помощи, поддержки. И через использование технических средств эти страны погаснут. Света нет, все стоит, банковская сфера стоит, голод, больницы не работают, лифт не работают. Все остановится. И пусть они сами решают, нужны ли им эти правительства, которые работают на местную мафию. Они будут все наказаны. Обязательно. За все оскорбления в адрес России. Мы очень часто занимаем позицию из двух зол выбирать меньше. Прежде чем Белоруссия, Сирия. 50 лет у власти семья, отец и сын Асады. Но если уйдет Асад, а он уже 20 лет у власти, то придут такие, как в Киеве. От Сирии ничего не останется. Нас выгонят. Мы получим враждебное государство на Ближнем Востоке. А это единственная для нас такая вот дружественная страна. То же самое Белоруссия. Устали белорусы от Лукашенко. Даже если было хорошо все. Но они устали, нужна сменяемость власти. 27 лет у власти он. Поэтому если он уйдет, будет второй Киев, второй Майдан, перестрелка, гражданская война. Потому что многие его силовики и чиновники понимают, что новая власть их всех будет отдавать под суд, преследовать, иллюстрация. Как это было в Киеве, тут рядом. Поэтому мы вынуждены тоже выступать за то, чтобы сменяемость власти в Минске происходила в соответствии с программой. Принятие новой конституции, новые полномочия разных органов. В конечном итоге, может быть, премьер-министр станет будущим президентом Белоруссии. Но мы против той кампании, которую развязал Запад. Те обвинения, такие уличные, неприятные, что с ума сошел или еще что-то. Все руководители всех стран нормальные, здравые люди. Но сегодня ситуация, когда действительно Европа синхронно одновременно нападает и на Россию, и на Белоруссию. Мы против этого, ибо у них рыльца в пушку, они сбивались в самолеты с пассажирами, они насильно сажали самолеты, не имея на это права. Поэтому не им учить белорусов, как вести себя в воздушном небе. Они же это боролись с нами всегда. Неважно, как называлась страна. Царская Россия, Советский Союз, сегодня Россия. Но при царе было больше порядка. Но монархии все устарели. Во всем мире люди устали, когда вот сильный царь Александр Третий и слабый его сын Николай Второй. Поэтому нужна республика. Но не союз республик с правом выхода, как это сделал Ленин. Ведь Сталин возражал. Он предлагал одна республика, Россия. Все национальные регионы входят в качестве автономных регионов. В плане национально-культурной автономии. Все. Но вот у Ленина была мысль весь мир, что была бы всемирная коммунистическая республика и все бы не вошли в состав СССР. Но это ошибка. Единственная администрация это Белоруссия, которая все-таки что-то старается сделать для того, чтобы встречаются нечасто. Снова Александр Григорьевич поедет туда, в Сочи, на встречу с нашим президентом. То есть надо решать. Но если мы будем еще 20 лет утрясать вопросы с валютой, координация хозяйственной деятельности, экономической, то толку будет мало. Надо вернуться всем в состав России. И все максимум прав всем губерниям. Вот у нас сейчас 85 субъектов. Будет, допустим, 150. Если все вернутся. Население будет еще в два раза больше. Но вот так эти отдельные республики и воюют. И опять к нам за помощью. Мы экономическую помощь оказываем и военную. И где-то погибают наши военнослужащие. Пусть немного, но это же люди. Вот вертолет подбили в Закавказье. Еще там подорвался на мине наш товарищ. Сейчас в Среднюю Азию попросят миротворцев. В Абхазии 100 человек погибло миротворцев. И в Абхазии, и потом в Синвал. Это же сколько наших солдат погибает все время. Это нельзя делать. Все это ошибка. Что у вас такая вот наивность? Давайте жить дружно, все свободы. Человек хочет быстрее и больше. И его останавливает государство. Но некоторые прорываются наверх. И на свои миллиарды живут, шикуют. Я согласен. Надо их заставить деньги положить в наши банки. И применить все самые строгие меры. Я об этом говорю каждый раз в Государственной Думе. Но вы не передаете это. Народ не слышит. Я в Кремле об этом говорю. Я Мишустину говорю. Это можно сделать. Но они боятся внутреннего переворота. Вы знаете, что можно купить целую армию на их деньги. И армия не будет выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. И они боевиков направят в Кремль. Заберут власть голыми руками. У них миллиарды. Если с ними поссорятся, они уедут за рубеж и бросят все деньги на подкуп тех, кто готов свергнуть власть, захватить Кремль, устроить нам Майдан в ночь на 14 февраля 2014 года. А у нас то же самое могут сделать в любой момент. Вы понимаете, что у них огромные деньги. Надо сперва забрать деньги, чтобы они не могли подкупить ни армию, ни ФСБ, ни полицию, ни оппозиционные партии. Ведь Ходорковский подкупал. Он во все фракции вставил своих людей. И следующий созыв. У него было большинство изменения Конституции. И его избирают, например, министром. Все. Сценарий был готов. Спасибо ему, подлецу, что он сказал, что кроме ЛДПР, в ЛДПР не удалось подкупить и вставить депутатов от Ходорковского. Они же готовились к перевороту. Вы что, это не знаете? Да, вам об этом не говорят. Я вам говорю об этом. Поэтому есть опасность. Опасность внутренней гражданской войны и переворота. Если взять глобально, то я думаю, можно договориться с Байденом. Это уже позиция ЛДПР, моя личная. Что, значит, исключить любую войну между Россией и США и между Западной Европой и Россией. А все проблемы решать за счет Восточной Европы. Вот поляки, они практически были инца, так сказать, подстрекателями Второй мировой войны. Если бы не они, мы бы Гитлера остановили бы еще в 1934, 1935, 1938 годах. А они все провоцировали. Чехи себя ведут, ведут тоже отвратительно. Они спокойненько сдали свою страну Гитлеру. Болгары в Первую мировую, Вторую с немцами. Единственное, Венгрия сегодня ведет себя более-менее спокойно. Поэтому надо договориться, что никогда не должно быть, ни один снаряд не должен падать на территорию России или США или Западной Европы. А все должно происходить на территории Восточной Европы. Чтобы они поняли, что они, так сказать, вовсе не те страны, которые представляют интерес для Запада или для России. Но сегодня наносят они огромный вред.